А вот, кстати, про «Добрый человек» сезона, вы номинированы на «Золотую маску» за эту работу. Вы немецкий, вы просто песни заучиваете на слуг, или вы знаете перевод, вы знаете содержание сонга? Знаете, да? Конечно. Почему, конечно? Я вот беседовал с вашей коллегой, есть такая линдддд. Да. Вот она, кстати, немкоэтническая, и она по-немецки не говорит, она мне сказала, что она и японские, и немецкие тексты, вот просто выучивает, как они звучат фометически и воспроизводят. У меня неплохое ухо на языке, как выяснилось. У меня было несколько ролей, где нужно было то на итальянском говорить, то на французском, то на английском, и на немецком, но здесь прям такой объем был достаточно большой, все по-серьезному было. И я могу сказать, что я занималась с актрисой немкой, с Моникой Госман, мне с ней безумно повезло, потому что, кроме того, что нужно было выучить все зонги по-немецки, у меня есть просто куски, которые я читаю на немецком, ну, как бы, монологи, которые мы все-таки оставили в Брехте, как он есть. Вот. Но мы сделали еще дальше, мы пошли. Там есть финальный монолог Шенте. Шенте – это проститутка, главная героиня. Шенте, которую я исполняю, которую мы решили, что это будет рэп. Вот как. Да, в последнем монолог Шенте у нас такое прямо… Ну, начитка. Такое прямо с оркестром, с музыкантами, такой очень экспрессивный выход. И я рэпую сначала по-русски, вот. А дальше уже было самое интересное, потому что Моника, бедная, сидела и рэповала по-немецки, брехтовский текст. В итоге мы его сделали, мы его уложили, и это очень даже неплохо. Не политкорректно, но без злого умысла, иронично, но без сарказма, пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев с понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24».